Без малого 200 тысяч жителей Ярославской области работают по-серому. Это расчеты Федеральной службы по труду и занятости пропорционально доле экономически активного населения. В целом же по России таких людей 22,5 миллиона. Все они не делают отчисления ни в пенсионный фонд, ни в соцстрах, ни в фонд обязательного медицинского страхования. Значит, лишаются социальных гарантий. К середине года число этих людей должно сократиться на треть. Задачу для всех регионов поставила зампред правительства России Ольга Голодец. Проблема серых зарплат актуальна и для Ярославской области. Наиболее подвержены риску так называемой неформальной занятости отрасль торговли, строительства, транспорта, его ремонт, услуги населению. Здесь часто работают без оформления, получая зарплату в конвертах. Таким образом, недобросовестный работодатель пытается сэкономить, а работнику оказывает медвежью услугу. Права таких сотрудников существенным образом ущемляются. В городскую службу занятости каждую неделю обращаются десятки ярославцев. Возникает проблема даже с тем, чтобы встать к нам на учет. Потому что они не могут ни свою квалификацию подтвердить, у них нет справки о среднем заработке. И они сразу автоматом подходят под длительно неработающим. То есть им работа уже по закону Российской Федерации о занятости, им является любая подходящая работа. Соответственно, если он до этого работал бухгалтером, то ему будет подходящий даже дворник. Или мы его сможем в какой-то колхоз набрать, на уборку полей. При этом пособие по безработице у человека без необходимых документов будет минимальным. Меньше тысячи рублей в месяц. Если нормальный гражданин, который приходит у нас, у него есть запись в трудовой, у него есть справка за последние три месяца, по нашей форме установленной, то он получает пособие 75% от заработной платы в три месяца, потом он получает 60% в три месяца и еще 45% в все оставшееся время. То эти граждане будут с первого дня сразу получить 850 рублей и полгода все. Люди, работающие по серому, не платят отчислений ни в пенсионный фонд, ни в фонд соцстраха. А потому могут остаться без больничного, без соцсощиты, например, при несчастном случае на производстве. А в старости могут рассчитывать только на минимальную пенсию. Яна Хромова, Александр Быков. Редактор субтитров А.Семкин